В Салавате взят курс на комплексный подход решения кадровых вопросов. Для привлечения молодых специалистов создана программа охраны здоровья населения с целью улучшения социального и материального благополучия пребывающих специалистов. Новоиспеченные врачи-педиатры Полина Михайловна, Рафида Касимовна, тоже одни из тех, кто попали в программу охраны здоровья населения. Также нам предлагали программу «Миллион», которая будет действовать с 2020 года. Это очень хорошая поддержка для молодых врачей. То есть эти деньги я хотела потратить на саморазвитие, то есть какие-то дополнительные курсы, так и на что-то глобальное. Мне важно, чтобы мои пациенты были во мне уверены, что я им смогу помочь. Когда при трудоустройстве я искала, куда можно устроиться, и меня заинтересовал именно город Салават. Программа «Миллион» меня заинтересовала при устройстве на работу. И саморазвитие в дальнейшем. Есть возможность пройти ординатуру по специальности, по которой я бы хотела. Пашкова Ирина Евгеньевна работает в городской больнице всего три месяца. За это короткое время она полюбила свою работу. И коллектив, и очень рада, что попала именно в город Салават благодаря этой программе. Работа устраивает, все нравится. Пациенты все доброжелательные, жалоб пока не слышала в свой адрес. Практика еще очень маленькая, но уже как бы опыт набирается. Для молодого специалиста такая поддержка очень, кстати, говорят они. Да и сам коллектив создает все условия для отличной работы. Помимо помощи от заведующих, оказывается также колоссальная поддержка в плане того, что молодым специалистам оплачивается 10% по коллективному договору, 10% от общего оклада в течение трех лет. Город Салават заботится о своем будущем, для этого придумывает разные подходы, делает ставку на талантливую молодежь, и это только начало. В рамках программы представители муниципалитета и городской больницы регулярно выезжают в медицинские вузы. Здесь студентам рассказывают о позитивных переменах и созданных для будущих врачей условиях. Студенты Башкирского государственного медицинского университета проявляют живой интерес к работе в нашем городе, в том числе благодаря мерам социальной поддержки, предпринимаемым Словацкой администрацией. Среди студентов есть те, кто принял решение связать профессиональную деятельность с нашим городом. Нашу политику кадровым и значительным усилием в последнее время при активном содействии главы города. В каком плане мы действуем во всех направлениях. Во-первых, мы встречаемся с каждым студентом, кто изъявил желание поехать хоть куда-то, и пытаемся им создать такие условия, которые будут более выгодны им для дальнейшего трудоустройства, и для жизни, и всех остальных моментов. Город Салават вообще приезжал несколько раз, потому что так получилось, что в первый раз у них прошла встреча, это была встреча со студентами и ординаторами. Второй раз конкретно это были старшекурсники и ординаторы. То есть у них очень хорошие меры социальной поддержки, они выплачивают дополнительные стипендии ребятам, которые из их района. А еще для целеустремленных студентов действуют важные привлекательные условия. Ребята начинают карьеру в первичном звене, работают один год, а затем могут продолжить обучение в ординаторе по выбранной специальности. После выполнения договорных обязательств они получают приоритет в поступлении в ординатуру. Администрация города оплачивает обучение, я приезжаю, отрабатываю. То есть как бы тут обоюдное соглашение и взаимовыгодная, так скажем, договоренность получается. То есть администрация города предоставляет, и почему бы нет. То есть как бы бесплатно отучиться и потом отработать. И все такие же условия, то есть зарплата, жилье, тоже все это предоставляет администрации. Сейчас идет этап подписания договоров с нашими будущими медиками. Есть поддержка в решении любых организационных вопросов. Работники отдела кадров больницы регулярно приезжают в университет и консультируют студентов. Благополучная, счастливая, профессиональная судьба сложилась в Салавате у состоявшихся и уважаемых врачей. Наталья Евсегнеевна Вдовина приехала работать в Салавате еще в 1981 году. Вначале это был лишь приезд по семейным причинам, но уже скоро город стал родным для талантливого терапевта. И вот уже несколько десятилетий Наталья Евсегнеевна – настоящий друг семей пациентов участка. Работать на участке, где население тебе 2000, и за 40 лет, конечно, уже всех знаешь. Я никогда не пожалела. У меня прекрасный участок, 38-й квартал, улица Октябрьская. У меня прекрасные пациенты, я им всем очень благодарна. И пользуюсь моментом, хочу всех своих пациентов 38-го квартала поздравить с наступающим Новым годом, пожелать им здоровья. И я работала с удовольствием. В этом городе выросли двое моих детей. Я, например, своей работой очень довольна. С того же 1981 года начинается трудовой путь в Салавате у Нелли Янгировой, врача-педиатра детской больницы. Распределение после завершения вуза оказалось для меня счастливым, уверена Нелли Яковлевна. Настоящий доктор Айболит Салавата. Она искренне любит и город, в котором трудится, и место работы, и своих маленьких пациентов. У нас детская городская больница, она же очень хорошая. Там очень квалифицированные врачи всегда работали. Поэтому было даже за счастье, что мы работаем в детской больнице города Салавата. Врачи всегда делились своим опытом. Мы у этих врачей учились. Потом мы становились уже опытнее, учили других молодых врачей. В обоих медицинских учреждениях, как и по всему городу, кадров не хватает. Нелли Яковлевна и Наталья Евстигнеевна с радостью примут в свои ряды молодых и способных специалистов. Пусть в наш город едут врачи. Во-первых, у нас красивый современный город. Врачам, если есть желание, мы даем специализацию, если врач захочет. Ну то есть все условия для развития молодого специалиста в нашей больнице созданы. Конечно, мы очень все желаем поликлинике номер два, чтобы к нам приехали молодые специалисты. Мы их с удовольствием встретим, поделимся опытом за 38 лет работы, обучим, покажем. В наш город непременно прибудут молодые талантливые врачи. А созданные программы обязательно принесут плоды. А медицина Салавата начинает новый этап истории. Продолжение следует...